всем привет я сейчас завершаю свою работу над петухом от кастом крафт и пока идет вот этот процесс завершения я все время думала какой процесс я начну вышивать следующим и долго я перебирала и начатые мои процессы и новые наборы я бы любой из них сразу взяла вышивать они у меня все любимые но нужно же выбрать какой-то один и я вспомнила об одном наборе который давно лежит томится и я никак не могу собраться силами приступить к его вышивки потому что он для меня сложный и как бы не подступный но тем не менее очень очень интересно попробовать свои силы попробовать вышить этот набор вы сейчас видите перед собой пакет вышивайру да этот набор я купила на этом сайте девушка которая является создателем этого сайта она сама создает разрабатывает схемы и также есть очень много вышитых ей работ по собственным схемам картины прекрасные картины действительно замечательные и даже вот с расстояния не определить что это вышивка ее схемы славятся тем что не немножко сложный есть особенная специфика вышивки и ходит разные мнения кто-то говорит что это больше прогоны кому-то очень нравится в общем и когда я покупала этот набор у меня тоже были такие двоякие ощущения но мне нравились картины которые я видела на сайте и очень много выставляют вышивок на сайте стить су поэтому я решила себя попробовать но все откладывал этот момент когда я приступлю к к этому набору ждала каких-то особенных сил не знаю в себе уверенности больше набраться опыта и может быть мне хотелось немножко почистить мои текущие процессы и чтобы можно было уделить внимание только одному этому набору но такого как показывает практика у меня не может быть у меня у меня уже много начатых процессов и наверное уменьшаться они особо не будут поэтому я решила что нужно дать шанс этому набору дать шанс себе и попробовать его вышивать я его открывала уже этот пакет он был запечатанный мне хотелось просто показать как приходит сам набор с этого сайта я заказывала полностью комплект не схему а мне хотелось приобрести именно вот такой комплект комплект входит схема напечатанная я заказывала цвета символьную схему здесь очень много листов давайте же я вам покажу в первую очередь дизайн который я заказала это вот такая карта с лукой называется в поисках золото 2 вышитая работа выглядит очень реалистично и вот этот блеск он действительно блеск вот такого металла и что-то такого золотого но завораживает меня эта картина и мне хочется ее вышить посмотрите как много здесь листов 16 вот такая идет разбивка здесь я уже считала идет по моему 36 до 36 ниточек дмс есть инструкция подробная и автор нам предлагает по выбору вышивать эту работу то ли крестиком в две ниточки то ли полукрестиком в 3 ниточки я буду вышивать полукрестиком в 3 ниточки так будет быстрей и также это будет для меня какое-то разнообразие не все креста будет одна работа но не габелена в технике до полукрест кабелем как бы так можно сказать посмотрите какая схема вот такая вот красота здесь куча значков я не представляю как я буду вышивать эту картину как я буду работать с этой схемы у меня пока нет идей но как говорится глаза боятся руки делают если я не приступлю я никогда не приступлена так и будет лежать томится в запасах я сделала сразу скан этой схемы копию здесь делать нет смысла здесь очень много листов сделала скан на тот случай если я что-то испорчу и мне придется распарывать чтобы у меня был запасной лист потому что я буду черкать я буду вырезать в общем я буду очень так активно работать со схемы вот такая вот схемка у нас есть так и давайте посмотрим комплектующие очень красиво упакованы комплектующие здесь сразу вот так хочу показать вам три планшет очки которые вкладывают автор здесь нужно так вот сделать раз и будут отверстия но этими планшетками я пользоваться не буду я их использую на какой-то процесс где не очень много используется цветов и немного ниток а в этом процессе скорее всего я буду использовать пока который у меня сейчас освободиться от петуха и ниточки я переодену на пока а вот этими планшетками я буду пользоваться других моих процессах вот посидела с вами немножко побаловалась повытаскивала вот так такая планшетка красивые вышимания называется шить и с удовольствием кстати недавно заходила на их сайт и посмотрела новые дизайны и также увидела объявление что скоро эти наборы будут скоро эти наборы поступят в розничную продажу под маркой вышимания вот так интересно и так вот так красиво для для нас упаковывают сами материалы основу канву и ниточки основа здесь бестекс очень такая жесткая канва и это хорошо потому что если вышивать полукрестом как вы знаете полукрест очень перекашивает работу и чем жестче канва тем лучше будет держать она основу также можно по выбору выбрать ниточки схс или дмс я выбрала дмс потому что если что-то у меня останется я всегда смогу использовать других своих работах а если мне чего-то не хватит и также смогу всегда что-то докупить как указано в инструкции здесь идет 30 процентный запас поэтому всего должно хватить я так думаю ну давайте откроем этот большой большой пакет такой бантик здесь желтенький красивый ленточкой сделано вот так красота не так здесь очень-очень много они все в матках вот эти ниточки пролежали ну примерно два года лежали и ждали когда же произойдет вот этот момент я открою и начну ими заниматься я буду их разрезать здесь получается каждый моточек по 8 метров то по 8 пасм метровых нарежу и развешу на свой органайзер подготовлю все вот цвета как вы здесь можете видеть бежево-коричневые на такие оттенки много-много моточков даже не знаю сколько считать не буду но вы видите да посмотрите как много ниточек такой букетик красивый из ниточек и вот такая вот здесь у нас основа а вот иголочка иголочка такая маленькая 26 наверно вот сюда ее так размер работы какой же у нас здесь будет размер работы сейчас подождите давайте поищем размер работы будет 50 на 70 ну такой не шуточный 18 у меня здесь аида смотрите какая огромная канва ну вся в камеру не помещается она огромная даже вот так вот половину вы видите не буду сейчас поднимать камеру все вам показывать вы прекрасно можете представить себе размер 50 на 70 очень белая 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 белоснежная и у меня закрадываются такие сомнения может быть сюда не очень удачно брать основу белый белоснежную может быть сюда нужно какую-нибудь кофейную потому что сюжет у нас темный и чтобы особо ниточки не светили было бы удачнее наверно коричневую или кофейную основу но у меня наверно такого большого отреза темной канвы не найдется красить данную канву мне не хочется потому что она станет мягкой на станет мягкой и будет неудобно с ней работать дилемма вы знаете раньше мне бы эта мысль в голову не пришла что нужно взять потемнее основу а вот сейчас на моих совах в лунном свете я уже на эти моменты стал обращать внимание насчет основы вот но я попробую как будет ложиться сюда полукрест в принципе принципе в три ниточки на 18 основе будет очень плотно может быть может быть просветов и не будет или может быть они будут незначительны но если уж не совсем не понравится то придется применить свои умения покраски канвы чаем и это всегда можно сделать в любой момент можно взять ее и покрасить вот показала я вам материалы сейчас меня ждет тоже такой длительный процесс подготовки потому что основу мне нужно расчертить хотя бы на первый лист чтобы иметь представление ну и потихоньку я начну готовить ниточки как только у меня освободиться сейчас пока там уже чуть-чуть и тогда я начну готовить нитки а пока сейчас займусь подготовкой основы возможно мне придется переставить даже раму на моем станочке потому что здесь 52 на 70 то есть на мой станок 60 сантиметров она не станет нужно ставить сюда большую раму вот ну это я сейчас буду смотреть по ходу действия вам я потом покажу уже свою организацию и и первые стежки поэтому увидимся следующем включении сегодня 25 января и для меня это исторический момент потому что у меня полным ходом идет подготовка моего нового процесса поисках золото 2 от вышивая room я с огромной скоростью сидела и нарезала ниточки так как они были в моточках вот видите планшетки сейчас разложила и вы видите какая большая здесь канва очень большой отрез я смотрю сейчас и просто не представляю какой объем работы меня ждет впереди но как говорится глаза боятся а руки делают ниточки очень красивые осталось еще много моточков запасных но я вам покажу наверное в следующем фрагменте более подробно здесь мне сейчас нужно сделать разметку на канве натянуть на станочек и я очень хочу сегодня хоть немножко успеть повышевать поэтому снимаю вот так на телефон быстро быстро это потому что у меня есть большое желание приступить немедленно к этой вышивке итак сейчас мне появилась возможность немножко показать вам поподробнее мою организацию и покажу вам как я организовала планшетки мне кажется я здесь немножко перемудрила я хотела приклеить но я приклеила сюда вот такой материал я не знаю как он точно называется это упаковочный такой мягкий материал похож на 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 губку да я обычно клею сверху чтобы туда можно было парковать иголочки но мне хотелось оставить саму планшетку чтобы была видна надпись как бы такой оригинальный набор да что было интересно и приклеил с обратной стороны как-то получилось мало у меня места впереди поэтому паку паркую ниты паркую иголочки вот так вот прям сбоку ну может быть даже лучше нитки очень красивые уже конечно видите они кучерявенькие потому что я уже начала вышивать и скоро вам покажу свои первые полукрестики такие ниточки и так как я начала этот процесс на скорую руку организация у меня тоже такая на скорую руку и я думала как бы мне вот так интересно и удобно организовать мои нитки чтобы они у меня не путались и можно было легко находить значки так как здесь нарезка мне большая по одному метру то есть по 30 сантиметров вот они вот так сложены и если держать просто в коробке они между собой очень сильно путаются я думала думала нашла у себя вот такую плетеную очень милую корзинку и что я придумала я сбоку просто в этот материал втыкнула зубочистки и теперь они эти планшетки вот таким образом у меня расположены прямо так сверху очень удобно можно определить значок взять необходимую вытащить ниточку и все они не будут у меня нигде болтаться нигде теряться мне вот таким образом очень понравилось не так-то много смотрите как интересно получилось да и все очень мобильно если мне не понравится я всегда могу это дело по-другому как-то организовать вот так на скорую руку я натянула мою канву так как здесь канва бестекс она очень очень жесткая и вот даже такое такая натяжка была для меня очень проблематичной выскакивают биндеры не держат даже клипсы и соответственно долго вышивать я так не смогу но как бы в начале да пока вышлется у меня этот небольшой кусочек но потом нужно будет что-то делать у меня есть рама побольше возможно я туда эту канву прибью чтобы она поместилась полностью иначе мне будет неудобно вышивать и так хочу показать вам свой первый результат мои успехи что у меня получается отшилось у меня ну сколько можно сказать здесь полторы тысячи наверно полукрестиков вот эту часть я вышивала по цветам брала один цвет и полностью гуляла по всей этой площади в итоге я конечно же запуталась остались у меня какие-то одиночки которые я пропустила их нужно будет находить и зашивать и я себя очень сильно ругала за это дело вот здесь я уже перешла на парковку вышиваю ряд за рядом аккуратненько паркую ниточку либо срезаю и дело пошло есть конечно одиночки большой разброс идет значков но по крайней мере я уже не путаюсь и вот так потихонечку я буду идти ряд за рядом и вышивать то есть я сейчас взяла крайне 36 то есть извините 16 лист и потихонечку его вышиваю дошью до верха оставляю здесь один рядок так как здесь в этой схеме не продуман на переход на следующий лист и не дублируются значки поэтому мне придется потом листы склеивать или как-то их совмещать ну в общем что еще хочу сказать я крайне недовольна нитками это вот первый ну не первый ну наверное все таки первый такой случай когда я ужасно недовольна нитками дмс мне кажется здесь не настоящие нитки дмс это подделка это какая-то партия залежавшиеся ну это ужасные нитки пока я их вытаскиваю с планшетки они ужасно там путаются пока я их вытащу пока расправлю пока заправлю и слава богу у меня есть нитковдеватель пака которым я раньше редко пользовалась ну а теперь этот предмет стал моим самым самым лучшим другом потому что здесь вышивка идет в три ниточки и просто не представляю чтобы было с моим языком если бы я и заправляла обычным способом вот ну в общем нитки заправляю с помощью пака часто идет заправка ниток очень много цветов здесь уже присутствует вы видите что тут получается уже какие-то что-то получается но это самый низ получается карты и так какие-то значки тоже непонятные как бы монетки наверное просвечиваются ну в общем самый самый низ поэтому мы увидим дальше уже всю красоту здесь особо нечего искать а вот сам фон вот такой вот да он очень прикольный он на солнышке так блестит как будто действительно вышита здесь золотом очень хорошая подборка цветов но вот нитками я крайне недовольна прям вот знаете беру эти нитки плакать хочется у меня последний раз такая недружба с нитками была в наборе сделать своими руками там шерстяные нитки не очень хорошего качества они тоже как-то дмс дмс у рознь в моем наборе от кастом крас какие они великолепные прям не на радуйся какие они гадки вот здесь как буду работать прям не знаю что делать также я долго здесь не могла подобрать нужны мне иголки сначала брала двадцать шестой двадцать пятый двадцать шестой сейчас пришла на двадцать четвертый чтобы была иголочка побольше вот ниточки мне нарезаны по метру скорее всего буду их разрезать ну уже когда вытаскивать будут три ниточки складывать пополам буду их разрезать может быть будут так вышивать но еще пока еще свой стиль по крайней мере я уже определила что я буду вышивать парковочкой вот таким образом ну а дальше уже буду что-то придумывать и конечно делиться с вами своими впечатлениями и ощущениями ну вот это будет наверное мой такой первый отчет на этом я хочу завершить пожелать вам хорошего настроения конечно же творческого ну и увидимся в следующем видео я покажу что у меня получилось до новых встреч пока пока пока